В середине марта в Чебоксарах пройдут два мероприятия российского масштаба. Шестой культурный форум по вопросу государственной поддержки национальных меньшинств и конференции по экскурсионно-образовательному туризму «Живые уроки». О подготовке к этим событиям шла речь на рабочем совещании у заместителя председателя кабинета министров Чувашии Аллы Салаевой. Форум будет проходить в Чебоксарах с 17 по 19 марта. В нем примут участие делегации от каждого субъекта Приволжского федерального округа, а также представители Министерства культуры России. 18 марта планируем открыть торжественное открытие форума, научно-практические конференции по теме сохранения и развития культурных традиций национальных меньшинств. Выставка работ будет организована мастеров декоративно-прикладного изобразительного искусства, мастер-классы представителей Чувашии регионов, фестиваль народного творчества национальных меньшинств. Около 200 гостей увидят, как взаимодействуют на деле разные народности, проживающие в республике, и какой диалог налажен между ними и обществом. Есть регионы, которые впервые будут принимать участие в подобной повестке. И они привозят с собой мастеров, они привозят с собой декоративное творчество, они привозят с собой выставки, которые покажут их туристическую привлекательность. Так как это проходит в одно время, и те же даже туристический бизнес, который приезжает и будет представлен сегодня ведущими российскими компаниями, им также будет дополнительно интересно посмотреть, как представляют себя другие регионы. Здесь мы говорим за, опять же, связь с уроками, преемственностью, за тот же окружающий мир для детей. Вот этот вопрос, когда дети нашей республики, как минимум, должны будут в течение нескольких дней, 4 дней будет работать эта выставка. Прийти, посетить и посмотреть культуру народности. Проект «Живые уроки», в который Чувашия уже вошла как пилотный регион, будет обсуждаться на конференции по экскурсионно-образовательному туризму. Он поможет повысить качество образования и даст школьникам возможность изучить школьную программу на практике. Уроки будут проходить в увлекательной форме с использованием квестов, экскурсий, викторин в музеях и на промышленных предприятиях. Система образования это нужно для того, чтобы учителя, педагоги привлекали дополнительные ресурсы для повышения мотивации детей в изучении истории, естественно, научных дисциплин. Система культуры, где находится музей, им это нужно для того, чтобы в музеи пошли дети, а через детей семьи. А туркомпаниям это нужно для того, чтобы привлекать уже через дополнительные ресурсы системы образования, системы культуры музеев, наш регион, дополнительных туристов, таким образом укреплять экономику страны. Для привлечения туристов будет реконструирован музей Чапаева. Вокруг музея организуют площадку для фотографирования, а внутренние залы изменят свой вид. Второй зал, который у нас сейчас является кинозалом, при сохранении свойств кинозала мы хотим его преобразовать, который под условным названием будет носить, экспозиция будет носить «Чапаев и искусство» или «Чапаев и соцреализм». То есть мы предлагаем в кинозал переоборудовать выставочную площадь. Кроме этого, у нас есть еще небольшое помещение, где мы предлагаем такую небольшую интерактивную площадку, созданную по образу штаба, который мы видим в кинофильме. Туризм станет отправной точкой развития Чувашии, а значит привлечет к нам не только гостей, но и инвесторов. Оксана Очкасова, Олег Якимов, Республика.